МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сельские территории Уссурийского округа восстанавливаются после наводнения. На всех направлениях работает техника примавтодора. Подъездные пути к селам находятся в ведении краевых дорожников. Наша съемочная группа отправилась в сторону Красного Яра. Еще несколько дней назад эта дорога представляла собой огромный водоем. Утесный и Красный Яр отрезала от сообщения с городом большой водой. После схода основного потока дорожники принялись за восстановление сообщения с селами. Первым делом решено прокопать кюветы на всем протяжении пути. Немного, немало 8 километров придорожных канав предстоит нарезать специалистам. Травой кюветы заросшие. Два года назад они копались. Вот они заросли. Так-то, в принципе, трудностей никаких не создают. Все, проблема упирается все в технику. Нехватка техники действительно сказывается. Так как восстановительные работы идут практически во всех сельских направлениях, приходится обходиться малым. Например, по пути в Красный Яр работает один экскаватор и только один КАМАЗ. Для оперативности не помешал бы еще один самосвал. Но рабочие осознают всю серьезность положения и обещают в сжатые сроки сделать запланированное. Последний тайфун изрядно потрепал уссурийскую территорию. Но в округе идет оперативное восстановление подъездных путей к селам. Компания «Примавтодор» работает в тесной связке со штабом ГОЧС. Ежедневно в графике работ появляются новые объекты. В данный момент уже много сделано. Обеспечены проезды во все села. Дороги приводятся в соответствии с нормативами. Отсыпаем проезжую часть, кюветы чистим, где нужно ямочный ремонт производим. По пути в Красный Яр дорожники обещают провести гридирование и подсыпку проезжей части. Но пока в приоритете кюветы, чтобы в воде было куда уходить. Также после тайфуна пострадал и асфальт. Большой пласт ровной дороги сошел в сторону. Это городской участок. Его восстановлением займутся в ближайшее время. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Меры, принятые по укреплению дамбы на семи ветрах, оценил глава администрации Уссурийского городского округа Евгений Корж. К возможному второму удару стихии здесь вскоре будут готовы. Дежурство МЧС в этом микрорайоне не прекращается. Еще вчера воды здесь было по пояс. Это видно по следам на постройках и по уже почерневшим наполовину кустам. Уровень воды в этой местности поднимался до двух метров. Переносная насосная станция перекачивает воду непрерывно. Вода ливневая вся находится в придамбовом канале. Есть небольшой перелив через дорогу порядка 20 сантиметров. Но это не критическая ситуация. Мы готовы к новому удару. В стихии у нас работает помпа. Мы ее подняли над уровнем дороги на полтора метра, чтобы ее не залило. И она могла работать даже при подъеме большой воды. Но мы ждем подъем от полутора до двух с половиной метров воды над уровнем дорожного полотна. Воду перекачивают через дамбу в русло реки Комаровки. От этого плотину размыло в трех местах. Спасатели до сих пор продолжают укрепление. Здесь уже две с половиной тысячи мешков. Глава администрации Евгений Корш убедился, что работы проведены качественно. И размыв дамбы в этом месте не грозит. У нас были некоторые промоины в дамбах. Воды было очень много. Больше, чем в 2015 году на 28%. И поэтому, как только вода спала, мы сейчас здесь на семи метрах подделываем бы здесь дамбу. И сделали, где сейчас у нас ПНС работает. Также у нас дамба немножко подпортилась на сторону мелькомбината. Сейчас там работает наш лидер, тоже все поднимем, чтобы с новыми дождями, которые мы ждем послезавтра, уже перелива не было. Дамба в районе мелькомбината не просто размылась, пострадали слабые места. Одни и те же участки сооружения укрепляют каждый год. Но некоторые горожане отсюда увозят уже готовые мешки с песком для восстановления своих дворов после наводнения. Чтобы на следующий год снова плотину не прорвало, сейчас производится ее укрепление околом и глиной. Если мы вначале зашли, было 5 метров, 4 метра, а здесь метр. Но это же нереально, что она взяла и дамба, это и исчезла. И, соответственно, мое личное предположение, что не без участия местных жителей это произошло. В данный момент мы ее восстанавливаем до тех размеров, до которых она должна быть, то есть 4-5 метров. Более 5 миллиардов рублей обойдется решение всех проблем с наводнениями в Уссурийске. Сейчас готовится проект. В него входит строительство незавершенной главной дамбы и укрепление остальных. Тем не менее, за последние годы паводков результат работы служб спасения очевиден. Несколько районов города, которые раньше страдали от наводнений, в этом году удалось отстоять. В 15-м году, когда здесь дамбы были плохие, не было шиберов, здесь вода дошла в квартиры, в первый этаж. Сейчас мы даже в подъезды воду не пустили. И ни в одно село у нас вода не вошла в дома. Только были перекрыты краевые дороги. Углублять русло будут со следующего года. Спецтехнику закупит краевая администрация. Очистка рек значительно решит проблемы паводков в Уссурийске. Тамара Илюхина, Сергей Флоренцев, Телемикс. Новое отделение многофункционального центра открылось на улице Пушкина. Четыре окна позволяют разгрузить другие городские отделения, в частности, МФЦ на Некрасова. На месте побывала и наша съемочная группа. Новое отделение МФЦ на улице Пушкина уже востребовано. Первые посетители идут сюда с утра. Одних перенаправили из центрального отделения, другие узнали об открытии заранее. Здесь можно получить все те же услуги, что и в других отделениях. В том числе фото на водительское удостоверение. Его можно сделать прямо, не выходя из здания. Сегодня не ожидали мы даже, что будет такая посещаемость. Поскольку ТОСП, отделение на Некрасово переполнено, соответственно, менеджеры информируют заявителей, что открылся новый ТОСП и что можно его посетить, что здесь очередь минимальная. Свыше 270 видов услуг можно получить в отделениях МФЦ. Самые востребованные – замена водительского удостоверения, получение заграничных и российских паспортов, а также регистрация права собственности в Росреестре. Прямо из отделения центра можно зайти и на сайт госуслуг. Мы пошли в центральный, там большая ученечка. Поэтому нас сюда направили, мы пришли, никого нет, мы первые. Новое отделение посетил глава администрации Уссурийского городского округа. Евгений Корш отметил, будет здесь вскоре и удобная стоянка. Это, конечно, у нас еще и подарок, дню города, открытие новых четырех окон, потому что этот район у нас обслуживается на Некрасово, и, конечно, людям очень много тяжело ходить и ездить, и неудобно, и там большая очередь из-за этого. Поэтому мы решили открыть новое МФЦ, чтобы разгрызть весь этот микрорайон, и они пошли сюда. Потому что у нас за семь месяцев уже обратилось в общем МФЦ нашего городского округа более 400 тысяч, представляете, сколько. Поэтому это услуги очень востребованные, и мы будем дальше их развивать. Новое отделение светлое и уютное. Внутри и снаружи оборудовано для посещения незрячими людьми и людьми с ограниченными возможностями. Всего в разных районах городского округа функционирует 44 окна МФЦ, в том числе в селах Борисовки и Новонекольске. Тамара Илюхина, Алексей Шаповалов, Телемикс. Трагедия на дороге. В четверг в районе дома по Приморской, 31, молодой мужчина разбился на мотоцикле. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Первая версия – байкер двигался по улице Пушкина в сторону ЖД вокзала и врезался в автомобиль, который выезжал со двора. Но по записи камер видеонаблюдения стало ясно, что столкновения не было. Мотоциклист хотел увернуться от опасности, не заметил бордюр и в итоге с размаху ударился головой о камень. Шлем не помог. Скорая, которая прибыла на место, зафиксировала смерть. Полицейским сейчас предстоит установить все обстоятельства аварии и выяснить, кто виноват. Внимание! Мошенники. Случаи обмана по интернету участились в Уссурийске. Чаще всего горожане попадаются на ресурсах по продаже товаров. На второй строчке в рейтинге – мошенничество по СМС. Подробнее о преступных схемах рассказали в отделении полиции. Интернет – наше все. Так можно сказать о сегодняшних реалиях, когда почти любое действие, в том числе покупку, можно сделать онлайн. Этим и пользуются преступники. На сайте форпосты нашла объявление, мне нужна была квартира. Прочитав условия, у меня все устроило, я перевела 10 тысяч на счет. Но в дальнейшем получается ни квартиры, ни денег. Наряду с форпостом в число любимых ресурсов мошенников попали Юла, Авито, Дром. Здесь любой человек может разместить объявления о продаже и аренде недвижимости, технике и даже бытовых товаров. Первый повод для сомнений – слишком низкая цена. Мошенники ставят сумму ниже, чем у конкурентов, просят предоплату и как только получают деньги, на связь больше не выходят. А объявление чудесным образом пропадает с ресурса. Участились случаи мошеннических действий, связанных с продажей товаров посредством сети интернет, а также при получении залога за квартиру и продажу автомат транспорта. Не переводите залог на банковские карты, если вы на 100% не уверены продавцы. Участились обманы по телефону. Наверное, каждому приходило СМС от друга или с незнакомого номера со ссылкой на какие-то секретные фотографии. Почти всегда это афера. Как говорят полицейские, в дело вступает вирус. Из-за нажатия на ссылку телефон блокируется, а преступник получает доступ к личным данным владельца. Но нередко пользователи сами сообщают грабителям пароли. Мне позвонили на телефон и представились сотрудниками банка и сообщили о том, что моя карта заблокирована и необходимо продиктовать пароли, которые мне придут на мобильный телефон. Ну, я продиктовал себе пароли и через некоторое время я увидел, что денежные средства, которые находились на моей карте, и списались. Обострение бывает сезонным. Например, в летний период или перед Новым годом жители края любят арендовать домики для отдыха у моря. За этот год только в Хасанском районе желающих расслабиться на выходных обманули 24 раза. В настоящее время за совершение мошеннических действий Уголовному кодексу Морсейской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Как показывает практика, на удочку злоумышленников попадаются люди разного возраста. Пенсионерам обычно давят на жалость, молодежи рассказывают про операции с банковскими картами. Полицейские советуют быть внимательнее и перепроверять информацию. Анна Клыга, Сергей Флоренцев, Телемикс. Запретные игры. Нелегальное казино обнаружили полицейские в Уссурийске, сообщается на сайте управления МВД России по Приморскому краю. Игорный клуб располагался в подвале гостиницы на улице Фрунзе. Двери казино открывались по звонку и только для избранных. На момент обыска в помещении находились администратор, охранник и посетители. Полицейским удалось изъять 20 игровых автоматов, документацию, бухгалтерские записи и свыше 100 тысяч рублей наличными. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Дальневосточный день поля в Уссурийске. Более 200 единиц специализированной техники и 500 представителей сельскохозяйственной отрасли собрались, чтобы поделиться передовым опытом. Отметились на выставке и иностранные гости, но лидерские позиции, конечно же, у наших земляков. Ольга Муравьева с подробностями. Праздник поля в поле. Несмотря на сильный дождь, на уссурийскую землю съехались представители сельскохозяйственной отрасли со всей страны и даже из-за границы. Главная цель такого масштабного события – обмен опытом. Инициировал проведение Дальневосточного дня поля глава региона. То начало, которое на сегодня у нас уже в крае есть, это и техническое переснащение, и применение удобрений гербицидов, завоз высокопородистого поголовня, скота. Все это, конечно, дает результаты. В этом году были увеличены посевы сои на 40 тысяч гектаров, кукурузы на 5. Пока удалось убрать лишь 60% ранних зерновых. Но погодные условия всегда оказывали влияние на земледелие в Приморье. Гостями сельскохозяйственной выставки стали представители со всех регионов страны. И каждый привез свое чудо техники. Отделение по цвету любых примесей, то есть даже не родовольственные продукты, пластики, камни, то есть не только для крупы, пшеницы, то есть многоцелевое применение в аппаратах на самом деле. Есть чем парировать местным компаниям. Многолетний опыт использования передовых технологий выделяет Дали Агролигу. Без малого 15 лет она представляет услуги сельскохозяйственным предприятиям. Сотрудничество началось в первую очередь с покупки средств защиты растений. Не так давно, по-моему, в 2015 году Дали Агролига стала продавать большой модельный ряд техники. И, соответственно, мы приобретали у них трактор. Семена, удобрения, гербициды, самоходные и прицепные машины. Спектр услуг у Дали Агролиги огромный. С недавних пор они эксклюзивный поставщик немецкой техники марки «Класс», сборка которой осуществляется в Краснодарском крае, что существенно упрощает ее сервисное обслуживание. Один из главных моментов – это результативность действия команды, которая сегодня почти весь спектр услуг в взаимодействии с сельхозпроизводителем предлагает. То есть комплексность решений от техники до уборки урожая. Зона покрытия – весь Дальний Восток. Сегодня Дали Агролига – это 70 квалифицированных сотрудников, готовых прийти на помощь любым сельскохозяйственным предприятиям. Главный офис компании базируется в Уссурийске. Плюс два филиала в Благовещенске и Южно-Сахалинске. На всей истории деятельности нашей компании компания Даль Агролига сопровождала нас, подсказывала и в той области, где они являются действительно профессионалами, указывали на правильный путь. И большинство своих результатов в области растеневодства мы благодарны и относим это к результатам деятельности Даль Агролиги. Квалифицированная поддержка на всех этапах развития – одна из слагающих успехов в нелегком труде. В один голос говорят работники поля. А такие встречи – отличная возможность выбрать надежного партнера. Этот дальневосточный день поля стал лишь первой ласточкой. Организаторы намерены проводить его ежегодно. Только место дислокации всегда будет разное. Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев, Телемикс. Сотрудники Россельхознадзора проверили 90 килограммов продукции приморских производителей и обнаружили в пробах из Уссурийска серьезные отступления от норм. В кефире, варенце, йогурте и ряженке специалисты нашли бактерии кишечной палочки и дрожжи. Это считается грубым нарушением, которое возможно из-за несоблюдения технологии производства. Поскольку эти виды молочной продукции не подлежат кипячению, их употребление может быть особенно опасно для здоровья. После проверки информацию передали в надзорные органы, чтобы вредная еда не попала к потребителям. С наступлением сентября за Мальгерты сели воспитанники школы искусств. В художественном отделении 35 новичков. Пока ребята только привыкают к распорядку занятий. Трижды в неделю им предстоит держать в руках кисти и карандаши. Наша съемочная группа наблюдала первые пробы написания картин. Вы выберете из них, какой вам больше нравится, какой вам ближе. Первое занятие у первоклассников художественной школы. Точность изображения пока от учеников не требует. Сейчас главное умение работать с цветом. Акварелью нужно не рисовать, а заливать. Этого и требуют преподаватели от новичков. Впервые за профессиональные Мальгерты сели 35 юных уссурийцев. Я очень сильно хочу здесь учиться. Я хочу, чтобы рисование было не просто моим хобби. Я хочу, чтобы рисование было частью моей будущей работы. И чтобы, вот как это выразить, чтобы я... Вот я хочу половину своей жизни посвятить творчеству, художеству. Довольно серьезные планы для 10-летнего ребенка. В этом классе за партами все 10-летки. Именно в таком возрасте принимают детей в художественную школу. Эти мальчишки и девчонки уже преодолели вступительные испытания. Конкурс был не шуточный. Лучшие начинают постигать азы художественного дела. С этим, наверное, родиться надо. Вот нужно родиться. И нам, наоборот, трудно выбирать, когда ребенок куда-то ходил, в какую-то студию. Что-то там уже его чему-то научили. Он приходит к нам, и нам, получается, нужно все заново. Вроде бы что-то видит, а мы не чувствуем этого ребенка. Нам это, как, знаете, плохо застегнутый кафтан. Его нужно расстегнуть и застегать снова. А в этом кабинете выпускной класс. Последний год девчонкам предстоит совершенствовать свои умения. Тема занятия, как и у первочков. Осенний натюрморт. Только тут видны выучка и профессионализм. А в арсенале не акварель, а простые карандаши. Трижды в неделю проходят занятия у всех учеников художественной школы. Живопись, рисунок, композиция. Тематика каждого урока особенная. Композиция – это самый сложный предмет. Это не просто ты что видишь, что рисуешь. Это уже нужно тему какую-то разрабатывать. Иногда тема готовая, а иногда она не то чтобы размытая. Она дает какую-то свободу мыслям. Художественная школа мне дала много навыков новых. Я научилась больше рисовать карандашом и акварелью. В перспективе это как-то скажется на твою, не знаю, трудовую деятельность? Явно в школу будешь заканчивать, куда-то поступать или нет? Ну, я еще об этом не думала. Хотелось бы быть дизайнером, но еще не точно. Дизайнеры, архитекторы и конструкторы выпускников художественной школы берут охотно. Но помимо перспектив будущей профессии, рисование – отличная возможность обогатеть свой внутренний мир, завести новых друзей и приобщиться к большой творческой семье. Ведь ежегодно занятия в художественной школе начинаются для 150 мальчишек и девчонок Уссурийска. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Целая жизнь в объективе фотографы Уссурийска представили свои лучшие работы на выставке, посвященной Дню города. Полюбовалась снимками и узнала о жизни фотографов Елена Карпенко. В 2016 году на базе этого учреждения был создан Уссурийский фотоклуб, который объединил и профессиональных фотографов, и, конечно же, просто людей, которые любят видеть красивое, прекрасное. Открытие выставки происходит скромно, только для своих, хотя всем прибывшим тут обеспечен тёплый и сердечный приём. Городские фотографы собрались, чтобы оценить снимки, набраться опыта и просто поздравить друг друга. На огонёк взглянул и глава города Николай Рудь. Несмотря на такие не очень хорошие погодные условия, сегодня пришли действительно любители вот этого вида деятельности на территории нашего артусурийского городского города. После торжественной части разбрелись по залу. Кто-то рассматривает фотографии, а кто-то пришёл просто, чтобы увидеться со старыми друзьями. Пётр Шкрабов увлекается фотографией около пяти лет. За это время пробовал себя в разных стилях, однако своим любимым считает стрит. На выставке висят работы молодого фотохудожника. Здесь три моих работы, они выполнены, точнее две из них в чёрно-белом, и одна цветная сделана на моноколе. Все они сделаны в уссурийске. Вот, что ещё можно сказать? Я точно не знаю, что о них ещё сказать. Ну, одна пейзаж и две посвящены людям. На выставке представлено около 60 лучших работ. Каждая из них сделана фотохудожником из Уссурийска и посвящена любимому городу. Организатор Игорь Егоров говорит, что тут, как и в любой работе, есть свои трудности и нюансы. Не все фотографии даются легко. Иногда приходится делать много дублей, прежде чем снять хороший кадр. Фотографии ещё там в Изумрудной долине, когда вот было, значит, праздник Ивана Купала и прыжки через костёр. Причём я хочу сказать, что это достаточно сложный снимок. Если любой специалист посмотрит, что, во-первых, была полная темнота, то есть, чтобы хорошее получился снимок, было достаточно сложно сделать. Было очень много дублей сделано, поэтому я и выставил. Выставку может посетить любой желающий по адресу Пушкина 88. Если понравится, то можно и вступить в фотоклуб, шутят организаторы. Фотографии будут ждать своего зрителя целый месяц. А после лучшие из этих работ поедут на фотовыставку в Китай. Илья Аманатов, Елена Карпенко, Сергей Флоренцев, Телемикс. Более 20 тысяч уссурийских школьников сели за парты в этом году. Но не всегда было столько желающих получать знания. Начиналось образование в нашем городе всего с двух школ. Одна располагалась в центре, другая на железнодорожной Слободе. Здания сохранились до сих пор. Подробнее о памятниках архитектуры расскажем далее. В сентябре уссурийские дети сели за парты. Сейчас в округе работает 36 школ. Планируется строительство новых. А ведь полтора века назад жители тогда еще села Никольско-Уссурийского совсем не думали об уроках. Учиться в школе было затратно и без надобности. Крестьяне не видели смысла в образовании. Винить их в этом не за что. Потому что в России не было традиции образования. У нас было крепостное право. Страна была аграрная. И крестьяне работали в поле. И, собственно говоря, им нужен был практически опыт, который передавался от отца к сыну. Первую школу открыли через 16 лет после основания села. Сначала уроки вели в съемном здании. Потом построили отдельное, деревянное. А в 1897-м расширили школу. Добавили каменное здание, которое сохранилось по сей день. В этих стенах теперь расположен уссурийский музей. Вообще это здание было построено по проекту Жигалковского. Это тот же самый архитектор, который спроектировал наш Никольский собор. Самой большой на территории Приморского края. И Дальнего Востока, который, к сожалению, был уничтожен в советские годы. В этом здании были комфортные кабинеты. Здесь были парты великолепные. В 1900-м году она выпускала 50 человек ежегодно. Обучалось более 300 человек. При этом здесь были очень хорошие наглядные пособия. Здесь была хорошая библиотека. В 1897-м открыли еще одну школу уже на железнодорожной Слободе. Началось все с частного дома, в котором педагоги учили детей путейцев. После школа несколько раз меняла свое место расположения. И в 1917-м переехала в здание, которое уссурийцы знают и сегодня. Это гимназия номер 133. В школе есть альбомы, в которых отражена история заведения. Здесь находилось центральное отопление, котельное внизу. И, конечно, было теплое здание. Был богатый библиотечный фонд. 230 книг художественной литературы, комплекты учебников. По тем временам это была рядовая школа. За короткий срок начальное образование стало бесплатным, а значит, доступным людям любого сословия. Наряду со школами открывались гимназии, реальные училища, семинарии. Появилась возможность получить среднее образование, хотя и за дополнительную плату. Уже к 1912 году наш город ставили в пример другим по развитию системы образования. За короткий, вообще ничтожный исторический период, в сложные времена, русско-японская война, наводнение, холера из Маджурии, что-то только не было, была построена школьная сеть. Это уникально. Этапы развития Уссурийска, в том числе становления образования в нашем городе, отражены в работах историков. Нередко встречаются уникальные данные и редкие фотографии былых времен. Книги и монографии можно полистать в музеи, библиотеки и найти в сети интернет. Анна Клыга, Сергей Флоренцев, Телемикс. Продолжит выпуск наша постоянная рубрика «Будем вместе». Сегодня расскажем о Вове. Это общительный и трудолюбивый мальчик 13 лет. Знакомьтесь. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке строительной компании «Илиада». «Илиада» – надёжный партнёр. Меня зовут Вова, мне 13 лет, я учусь в 7 классе. И я мечтаю в профессии железной дороги. Я увлекаюсь футболом, воспитанием полную. Мальчик старается, мне учится добросовестно. Как бы, если за всё получается, но он пытается, это уже хорошо. Дружелюбный мальчик, много друзей у него. Занимается футболом. Всегда поможет воспитателю. Вот чтобы его не попросить, всегда Вова. Вова на первом месте. Вот незаменимый, ни в каких делах. Вот насчёт этого прям молодец. Ребёнок хороший, вежливый. Никогда я не слышала, что он ругался там, или оскорблял воспитателей, или там детей. По вопросам устройства детей в семью, обращайтесь в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу. Улица Некрасова, 66, кабинет 301. Телефон 32-35-36. Рубрика создана при поддержке торгового центра «Оптстрой-ТВ». Выставка продажа шуб от компании «Белка» приехала в Уссурийск. Выбрать зимний наряд можно в Доме офицеров. Роскошная шуба – мечта многих женщин. Компания «Вятский меха-белка» предлагает зимние наряды из мутона, каракуля и меха-норки для женщин всех возрастов и любой комплекции. Множество фасонов и самые разные оттенки – от светло-голубого до тёмного. Широкий размерный ряд от 40 до 64 размера. Благодаря регулярным большим поставкам «Вятский меха-белка» дает гарантию низкой цены. При выборе шубы следует учитывать, что её качество зависит от меха и пошива. Мех норки может быть длинным и коротким, как бархат. Всё зависит от породы, сорта, места выращивания. Однозначно мех должен быть густым, пушистым, с равномерным окрашиванием. Отечественный производитель гарантирует пошив по лучшим европейским лекалам и высокое качество. Все изделия компании «Вятский меха-белка» чипированы и имеют паспорта. А это гарантия того, что вы приобретаете изделия именно фабричного качества. Любую шубку можно приобрести в рассрочку на два года без первого взноса и переплаты. Меховая выставка продажа «Белка-Вятский меха» будет работать 8 и 9 сентября в Доме офицеров. С 10 до 19 часов. Не пропустите. Вот так сложилась эта неделя. Для следующей итоговой программы корреспонденты телемикса вновь соберут для вас всё самое интересное. В студии работала Анна Клыга. До встречи в эфире.